Такая односкатная баня, уникальное конструктивное решение, которое даже было придумано не нами, а нашим заказчикам. Стены сделаны из бревна, но карнизы мы все-таки сделали из шпунтованной доски. Вот эта обходная галерея, она позволяет гулять вдоль бани, не опускаясь на землю. Печка здесь работает в двух режимах. Камин в гостиной и русская печь с закрытой топкой. Парная. Я уже чувствую сейчас тепло, хочется попариться. Друзья, хочу вам рассказать про очень интересную историю. Историю строительства этой бани. А баня интересна тем, что эта банька, если сейчас зайти даже на сайты японских строительных компаний, вы увидите эту баню. Эта баня заняла первое место в архитектурном конкурсе в 2017 году, обогнав даже строительную компанию Хонка. А все почему? Потому что такая односкатная баня в каком-то смысле уникальное конструктивное решение, которое даже было придумано и предложено не нами, а нашим заказчикам. А Виталий Ангаткин сделал этот проект первый раз в 2016 году. И с тех пор мы сделали уже много проектов. Бань с односкатной крышей, которые стали нашей фишкой. Конструктивистский подход в сочетании с традиционным природным материалом кела. Я думаю, это очень интересно и многим это очень нравится. Давайте я расскажу подробно про все основные конструктивные элементы этой бани. Думаю, что это будет очень полезно для любого человека, кто интересуется архитектурой, кто интересуется темой бани. И для тех, кому сейчас реально стоит актуальный вопрос строительства бани. И он выбирает, какое композиционное архитектурное решение выбрать. Расскажу немножко про контекст. Это важно, потому что рядом с этой баней стоит дом из клееного бруса. И это тоже определило конструктивное решение. Нам не хотелось, чтобы это была избушка-избушка. Поэтому мы видим то, что мы видим. Стены сделаны из бревна, но карнизы, стропильная система, нетрадиционный для нас прием мы все-таки сделали из шпонтованной доски. То есть мы обшили карнизы не доской кела, как мы это очень любим, а мы обшили их именно шпонтованной доской. Чтобы вот эта связь современного, конструктивистского и традиционного, природного были очень сконцентрированы. Кстати, у крыши есть еще светодиодная подсветка по всему контуру. Поэтому акцент у этой крыши очень сильно, особенно в вечернее время. Пойдем посмотрим еще кое-какие интересные элементы, которые характерны для этого проекта. Обратите внимание, что мы оторвали террасу от земли. Она тоже словно бы парит. Здесь тоже есть светодиодная лента. Поэтому вечером она легко парит. Она не стоит как будто бы на земле. Мне интересно ваше мнение. Я поначалу сопротивлялся этому решению, что здесь использована шпонтованная доска. Как вам? Нравится этот вариант или нет? Потому что мы на самом деле большие поклонники, конечно же, природного пила, природного материала. Мы больше любим, когда именно необработанная доска используется. Но в данном случае, наверное, все-таки это было абсолютно правильное и уместное решение. Если вам понравилась эта баня, пишите нам. Мы отправим вам проект этой бани. Мы уже использовали планировку этой бани для строительства похожих проектов. Рекомендуем мы вам воспользоваться этой возможностью. Реально проект очень интересный. Пишите нам. Окна и двери изготовлены из лиственницы. Естественно, окна в пол. Есть нюанс. Вот здесь использована срощенная древесина. Ее отличие в том, что мы видим стыки ламелей, стыки кусочков досок. Это чуть дешевле, чем использование цельных ламелей. В целом, если особо не приглядываться, то незаметно. Но я, конечно, такие нюансы вижу издалека. Вот эта обходная галерея, вот эта обходная палуба, она на самом деле очень удобна, потому что она позволяет гулять вдоль бани, не опускаясь на землю. Боцы и ноги могут быть, шлепка, как угодно. Очень удобно. Вообще-то, вот это пространство предполагалось изначально проектом для купели уличной. Но потом, в силу сложности и экономических причин, не скрою, наш заказчик решил отказаться от этой купели. Здесь сделана такая небольшая мягкая группа, что, в общем, тоже классно, потому что после бани здорово полежать на свежем воздухе, неважно, лето или зима, это приносит большое удовольствие. При этом, есть еще возможность здесь как-то расположиться, и поэтому половина времени в этой бане проводится здесь, на улице, но под широким карнизом. Здесь и зимой, и летом комфортно, сухо, снег не попадает сюда, вода тоже не попадает за счет длинного карниза. Длина карнизов здесь метр двадцать. Диаметр, использованный для строительства этой бани, 26-28 сантиметров. Это вполне достаточно с точки зрения теплоизоляции, даже в парной. И этого достаточно, на мой взгляд, с точки зрения внешнего вида. Они не слишком большие бреночки, не слишком маленькие. Мне кажется, что сейчас можно уже нырнуть внутрь. Пойдем посмотрим, что там получилось. Очень интересно. Мы сейчас находимся в Тамбуре. Изготовлена мебель из нашей сувостренной доски. Самая простая, лаконичная, здесь ничего сложного. Это еще до того, как мы начали работу с нашим мебельным мастерской. Дверь тоже изготовлена из сувостренной доски. Здесь туалет и он же раздевалка. Вообще-то, интересное решение. Многие его недооценивают, но удобно. У тебя получается просторный туалет, где есть раковина, все удобно. И плюс есть место, где переодеться. Ну, это, естественно, дверь под замком. То есть, комфортно люди зашли, переоделись, одели парео, одели халат, полотенце. Ну, по ситуации, да. И можно уже идти в баню. Банная часть, она, конечно, начинается с гостиной небольшой, с комнаты отдыха. Здесь есть стол. По сути, здесь могут свободно вместиться 5-6 человек. Очень прикольный, кстати говоря, креслица. Очень заметно, что годовые кольца плотные-плотные невероятно. Возраст этого дерева мы пересчитывали 350 лет. И для тех, кто иногда пишет комментарии, что вот деревья, как вам не жалко использовать такие деревья, я напоминаю, что это дерево уже высохло. Оно уже, ну, грубо говоря, мертвое дерево. Мы не убиваем живые деревья. Это новая жизнь. Придается дереву, которое росло и засохло. Очень удобное кресло, на самом деле. Прям кайф. Также сделано из сухостойной доски стол. В таком стиле, немного деревенском. Из небольших бревнышек, веточек. Вот эти стульчики. Это тоже сухостойная доска. По большому счету, какой-то даже синтез получился, потому что такой деревенский стиль. И окна от пола до потолка. Вот за этими шторами, да, видно, что весьма современная композиция. Весьма такое конструктивистское решение. Но в сочетании с деревенской мебелью. А вот эта мебель, она куплена готовая. В таком провансе, немножко французском стиле. Все просто, лаконично и вместе с тем удобно. Печка. Печка здесь работает, как часто это используется, в двух режимах. По сути, это одновременно камин в гостиной и одновременно русская печь с закрытой топкой. Она обложена кирпичом ручной формовки. За счет этого формируется такое ощущение добротности, достоверности. Но при этом это заводская готовая печка. Она разогревается за два с половиной часа. Самый лучший пар, это все-таки, если ее топить около трех-четырех часов. Но температура 80 градусов парной будет уже через два часа. Дверь изготовлена из сухостойного алтайского кедра. Точнее говоря, отделкой изготовленной из сухостойного алтайского кедра использована стандартная заводская дверь. Сейчас мы уже делаем полностью двери, изготовленные из кела или из кедра. Чаще даже из кела, потому что кедр он мягче и в этом смысле меньше подходит для двери. Моечная. Здесь в моечной сделано все, что необходимо. Купель с ледяной водой, обливное ведро, душ, отделка мозаика. Заказчица сама выбирала. Мне кажется, прикольно получилось. Вот эти воздуховоды, они позволяют открыть и получить доступ тепла. Вот я сейчас уже чувствую, идет теплый воздух. Он может идти, конечно же, в первую очередь, это предназначено для разогрева парной. Но также, как регуляция, можно получить дополнительное тепло здесь в моечной. Парная. Она очень-очень-очень традиционная. То есть, не ожидаешь увидеть вот такую уютную, маленькую, парную в такой конструктивистской бане. Но это здесь вот так получилось. Вообще, у нас-то вот получилось такой интересный синтез. Баня кажется снаружи, может быть, очень таким современным, но внутри это очень традиционное сооружение. Здесь удобно. Можно расположиться на сене. Это специальный матрас из сена с подушечкой ароматной. Я уже чувствую сейчас тепло. Хочется попариться. И хочу показать вот еще раз про устройство. Сейчас печка работает на передачу тепла в парную через вот эти воздуховоды. Как только мы парную разогреем, эти воздуховоды нужно будет закрыть. И начнется уже разогрев печного заряда. Чем лучше печной заряд разогреется, тем больше и лучше будет пар. Помимо эффекта традиционной русской печи, здесь еще есть эффект соляной комнаты, потому что тут у нас используется вот соль. Видно, как она потихонечку тает. Да, важный нюанс. Рекомендуем не использовать большие тяжелые ковши. Лучше использовать такой небольшой ковш. Можно еще с более длинной ручкой. Но здесь удобно. Здесь не надо никуда тянуться. То есть мы подчерпываем. Мы получаем столько пара, сколько хотим. Чтобы все это получилось, нужно было преодолеть некоторые сложности, с которыми, я знаю, многие сталкиваются и хочется про это рассказать. Стройка этой бани не была увита розами. Ну, вообще-то, как раз и была она увита розами. В том смысле, что фундамент здесь уже был под баню предусмотрен. И он уже был тут же обсажен красивыми кустами. И это была проблема, потому что условие жены нашего заказчика было в том, чтобы ни в коем случае ничего не было повреждено. То есть вот эти кусты, вот эта елочка, эта смородина, все это уже тут было. И нужно было построить все вот это здание, не повреждая вообще ничего. Включая террасы, газоны. И нас это получилось сделать. И вообще, должен вам сказать, что если вы сомневаетесь на тему того, стоит ли затевать стройку бани в 100 квадратных метров или даже больше 150-200 на благоустроенном участке, не потеряете ли вы год или два на стройке этой бани в своей жизни и половину своих насаждений в своего участка? Если все правильно организовать, на самом деле ничего не будет повреждено, ничего не будет потеряно, потому что современные технологии строительные, они позволяют с помощью горизонтальных бетонных насосов за счет вылета стрелы, ну и, конечно, за счет просто элементарно ручного труда. То есть, скажем, бревнышки для этой бани заносились вручную и поднимались с помощью мини-крана. Все можно сделать. Поэтому, если у вас есть уже благоустроенный участок, и вы думаете о том, как построить баню, пишите нам, спрашивайте у нас. Мы готовы вам дать реальные добрые советы из нашей практики, как это можно сделать. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, что понравилось, что не понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч. Пока.